привет сегодня будем снимать обзор детского автокресла переноски макси козе кабрио фикс как снимать чехол для стирки всем добрый день итак начнем с того вот этот вот ремешок который затягивает внутренние ремни его нужно отстегнуть значит мы берем поднимаем чехол и здесь вот такие крючки нужно его отстегнуть обязательно если не отстегнем то не сможем снять чехол и не будем понимать почему у нас это не получается итак делаем более свободные внутренние ремни расстегиваем замок снимаем накладки сняли их можно тоже постирать снимаем внутренний вкладыш сняли его тоже можно постирать но прежде чем постирать нужно вытащить здесь внутренний такой наполнитель когда вы вытащите это типа поролона постирали потом можно положить обратно завернуть и потом будет вкладыш чистый и готов для использования теперь снимаем резинки которые одеваются на направляющие для ремня с одной стороны теперь тоже самое делаем с другой стороны сняли теперь снимаем пластиковой где находится кнопка чехол сняли теперь снимаем накладку на ремень снимается также легко ее тоже можно постирать теперь снимаем чехол замка то есть нижнюю часть получается мы отстегнули нужно отогнуть вот этот пластиковый каркас снять резинку тут типа такого крючка если на ней крепится резиночка такая мы снимаем с одной стороны теперь снимаем все тоже проделаем с другой стороны и идем по кругу когда мы сняли мы снимаем вот с этих пластиковых элементов это кнопки которые снимаются с коляски снизу в прорези тащили чехол сняли его можно постирать мы стираем при 30 градусов в щадящем режиме без отжимов чтобы не деформировался чехол у люльки перенемотки также имеется козырек который девается на ручку который пуговички он тоже может его мы тоже может постирать то есть мы снимаем его с этой же пластика с одной стороны снять с другой его тоже можно постирать и потом также вернуть обратно укладываете пластиковый этот короб и крепить когда закрепили аккуратненько нужно положить обратно чтобы он не мешал для того чтобы можно было одеть чехол без проблем теперь берем чехол вкладываем в люльку в прорези протаскиваем ремешки потащили теперь на пластиковые элементы мы одеваем еще если можно сверху начинать когда это будет удобно Теперь одеваем основную часть, одеваем верхнюю часть на люльку по кругу. На резиночке мы заправляем вот в этот пластиковый кор. Теперь одеваем нижнюю часть. Берем эту резинку, одеваем на пластиковую направляющую для ремня, заправляем вниз аккуратно, чтобы было красиво и ровно. Теперь нужно в прорезь продеть замок, вернуть его обратно. Теперь заправить пластиковый элемент и продеть вот в эту прорезь хамешок. Одеваем с другой стороны опять на направляющую резиночку, с этой стороны заправляем чехол вниз, чтобы было ровно. Теперь берем накладку на ремень, одеваем и заправляем. Берем вкладыш в прорези, продеваем ремень на ремень и возвращаем их обратно. Берем накладку на ремень, одеваем и возвращаем их обратно. Теперь эту накладку на ремень, затянули. Ну и теперь вот в тросиночки мы вдеваем на пластиковые крючки. Также другую петельку мы одеваем на такой же крючок с другой стороны. Теперь мы берем патрон, который был спрятан в козырек, его можно одеть обратно, можно оставить. То есть тут есть кнопочка, которая подвигает. Мы его вытаскиваем. Здесь петельки, которые крепятся вот за эти пакуйки. Особенно, когда по улице идет, переносим ребенка, чтобы не солнышко, не пыл. И можно так же вернуть обратно ремешок вот на эти крючки. Если вам кажется, что он длинный и сильно висит, то мы его возвращаем. Все, чехол надели. Спасибо, Оксана. Ждем вас в магазине Автодети. Мы находимся на улице Вавилла, дом 13. Всегда будем рады ответить на ваши вопросы, проконсультировать. Всем пока, спасибо. Пока. Продолжение следует...